А сегодня у нас в гостях президент Европейской Ассоциации Журналистского Образования Никодрок. Здравствуйте! Вот скажите, неужели в современном мире нельзя доверять ни одному изданию? Почему всегда важно искать первоисточник информации? В сегодняшнем мире развитие интернета привело к тому, что аудитория получает очень много информации из разных каналов и по разным уровням. Информация встречается пользователям-потребителям практически отовсюду. Журналист должен прикладывать усилия для того, чтобы обращаться к первоисточнику, для того, чтобы информация была максимально точной. Почему? Потому что если обычный пользователь не может этого сделать, и самое главное, что он не может отличить, откуда пришла эта информация, действительно ли это правдивая информация от проверенного журналиста, либо это откуда-то пришло. От такого количества информации у общества случается определенный стресс и перенасыщение информацией. Очень большое количество телевизионных радиоканалов, газет, интернет-изданий предоставляют фейковые новости, и мы должны остановить этот процесс. Классический метод проверки информации – это обращение к первоисточнику. Но в современном мире есть компании по производству фейковых новостей. Они, по сути, являются первоисточником. Какие использовать методы фактчекинга в этом случае? Это очень важное замечание, очень важная точка зрения. Именно поэтому для журналистов очень важно задавать вопросы, предъявлять определенные претензии к тексту, к факту, и спрашивать, кто распространяет эту информацию и с какой целью это делается. Это поможет определить дальнейшую последовательность ваших действий. В журналистике есть закон. Один источник – это не источник. Журналист должен проверить ту или иную информацию в двух или более источниках. И главное, у журналиста самого должна быть хорошо развитая его собственная интуиция, его чувство того, обманывают вас или нет. Он должен быть настолько профессионален, что на уровне внутренней интуиции должен отличать правдивую информацию от ложной. Южноуральские государственные университеты Эшта сотрудничают уже три года. Не могли бы вы рассказать о главных достижениях? Эшта и Юргу сотрудничают уже три года. На сегодняшний день Юргу – один из самых активных членов Ассоциации и участвует абсолютно во всех проектах и исследованиях в Еврофактчекинге. Юргу принимает участие во всех конференциях, которые организованы Эшта, то есть настолько активного члена Европейской Ассоциации больше нет. И сейчас мы планируем следующее очень важное мероприятие – конференция 2020 года под названием «Строительство Евразийского моста в журналистском образовании». И в этом, безусловно, Юргу играет ключевую роль. Безусловно, стоит поблагодарить ректора университета, который оказывает мощнейшую поддержку. Помимо этого, у Эшта и Юргу партнерские отношения сложились очень дружеские. Самое главное, что мы можем доверять друг другу. В чем главная суть проекта Еврофактчек? Учить студентов проверки информации или разрабатывать более совершенные новые креативные методы? Это достаточно сложный вопрос и однозначно ответить тяжело, что важнее – учить необходимости проверять факты или учить новым техникам проверки. Информационно-коммуникативная структура общества меняется. Соответственно, общество диктует новые требования к профессии журналиста. Но все-таки в журналисте должны оставаться такие характеристики, как надежность, ответственность перед обществом и умение проверять факты. Поэтому важнее всего с помощью проекта Еврофактчекинг объяснить журналистам, насколько важно проверять факты. Благодаря этому проекту студенты-журналисты должны осознать, что это очень значимо и нужно. В процессе сознания они познакомятся с определенными технологиями, которые позволят им этот процесс запустить. Прежде всего, необходимо объяснить журналистам, зачем это нужно, а потом в процессе они поймут, как это нужно делать. Спасибо большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был президент Европейской ассоциации журналистского образования Никодро.